В Рязанской делегации основная программа мероприятий создавала еще вчера со встречи с губернатором Заслова в области Николаем Любимовым. Встреча прошла в розе в утро, напомню, что именно там разместилась наша делегация. Формат встречи – диалог на равных. Все желающие смогли задать свои вопросы губернатору. И стоит сказать, что все они носили серьезный характер. Вот чем интересовались молодые люди. Мы очень хотели давно встретиться с губернатором. В Рязанской области это не получилось сделать, хотя много раз обещали. И наконец-то приехали сюда, в розахутер, и зададим свой вопрос. Вопрос состоит в том, чтобы помочь молодым объединениям, которые еще не зарегистрировали некоммерческую организацию, решить вопрос с юридическим адресом. Так как фактический адрес можно получить, собственно, это офис, где можно сидеть и работать. Но для формальности, регистрация в Минюсте, важен юридический адрес, который муниципальные учреждения, какие-то казенные, не могут предоставить силу закона. Я буду спрашивать о мерах финансовой поддержки начинающих предпринимателей, поскольку у нас в регионе действует достаточно хорошо налаженная система обучения молодых людей и их дальнейшей поддержки. Но, к сожалению, в этом году не было возможности получить какие-либо субсидии или, например, льготное кредитование для начинающих предпринимателей, а им это очень нужно и важно. Также молодые люди спросили Николая Любимова про проблемы экологии, загрязненный воздух и в целом, как вывести Рязань из списка самых грязных городов. Николай Любимов пообещал сделать результаты мониторинга окружающей среды более доступными. Другие вопросы коснулись образования молодежного предпринимательства детских организаций. Молодые люди рассказали о необходимости создания в городе арт-центра. По поводу поддержки молодых специалистов в отношении представления субсидий или жилья, это вот то, чем надо будет поработать в ближайшее время. Конечно, о волонтерстве, о том же самом, тоже о поддержке волонтерства говорили. Ну и по инновационному культурному центру я понял, что он действительно нужен, что он будет востребован, как-то надо здесь в этом направлении тоже двигаться. Ну и ряд других вопросов, которые действительно разбудили мысль в этом отношении и умения. И вчера же состоялось торжественное открытие 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Из нашей области присутствовали на шоу 34 человека. Уже в понедельник все участники начали работу на тематических площадках. Все основные мероприятия проходят на территории главного медиа-центра. Там, кстати, представлен и стенд Рязанской области. Алена Куколева из Сочи. Специально для телекомпании «Город».